Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Я хочу всех вас поздравить с наступающим Новым Годом, пожелать вам счастья, здоровья, любви, исполнения всех ваших желаний. И также хочу вам пожелать, чтобы, не в зависимости от того, какой был для вас 2019 год, чтобы 2020 стал для вас ещё лучше, ещё счастливей, и он стал для вас самым незабываемым, полным счастливых и незабываемых для вас моментов. Ну, а сегодня я хочу вам показать свою предновогоднюю закупку из магазина Лента. Уже сегодня, на самом деле, 30 число, и сегодня же вы увидите эту закупку. Народу в магазинах огромнейшее количество, несмотря на то, что мы с мужем поехали сегодня в 10 утра туда в магазин, но всё равно просто толпа была огромнейшая. Закупка у меня получилась практически на 15 тысяч рублей. Я думаю, что у многих из нас предновогодняя закупка намного больше, чем обычная закупка, с учётом того, что мы ещё приобретаем алкоголь, который, конечно же, всегда стоит денег. Ну, и давайте покажу закупку. Итак, вот такая вот достаточно большая закупка у меня получается. Давайте начнём по традиции с мяса. Купила индейку. Это новогодний стол. Я её буду делать с брусничным соусом. У меня есть видео на канале, где я показывала, как я её делаю. Потом фарш говяжий и домашний. Это у меня муж собрался что-то делать, что-то готовить на костре из этого фарша. Поэтому он взял. Также здесь кальмары тушка. Креветки неочищенные упаковка. Взяла ещё вот такие наггетсы. Тоже брошу в морозилку. Это, ну, после Нового года уже в январе. Будем. Так, сардельки тоже, наверное, уже после Нового года. Ещё взяла вот такие творожный крем. Сыр, типа, наподобие того. Он был со скидкой. Я взяла две штучки. Дальше обычный сыр. Вот такой российский. Это обычно для запекания мы используем. И вот это уже, конечно, на новогодний стол. Вот такой сырок с плесенью, мой любимый. Вот. Потом здесь вот такой сыр. Тоже его обожаю. Вот этот брион, по-моему, называется. Да, вот такой. Я взяла именно такой, чтобы красиво его порезать на тарелочку. Вот этот. Так, дальше здесь у меня хвосты омара. Но это имитация хвостов. Это, типа, наподобие крабовых палочек. У них есть ещё имитация таких клешней, как краба. Вот. Но это имитация, это практически то же самое, что у крабовой палочки. Я также взяла на новогоднюю тарелочку для красоты. Здесь колбаска. Вот такая черкизовская. Небольшой кусочек тоже муж порежет. И вот такой сервелат. Ореховый, кедровый. И также и дымов. Салями. Итальянская. Тоже это на новогодний стол. Также багет. Вот такой зерновой. Кстати, вот этой марки Оладушкин. Очень вкусный вот этот багет. Мне понравился. И я ещё взяла чебату вот такую ремесленную. Тоже попробую. Но должна быть вкусная, потому что багет вкусный. Здесь также хлеб толстовый. Хлебный дом. Батон лентовский. Хлеб каравай у меня. И ещё вот такая вот лепёшка. Мы брали две. Одну муж съел у меня. Вот такую. И колбаса варёная. Это, естественно, на салат оливье. Также на салат оливье ещё взяла зелёный горошек. Вот. Дальше у меня здесь макаронные изделия. Они были со скидкой. Взяла вот такие. Кстати, вот эта марка. Очень вкусные макарошки. Я взяла вот такие. И вот такие вот. Ну, со скидкой были. На новогодних праздниках все дома, всё уйдёт. И ещё вот эту вот лапшу домашнюю. Обычную. И вот такую вот эту я кладу, кстати, в суп. Очень тоже вкусная лапша. Так, дальше взяла ещё масло. Вот это из Вологды. Кстати, очень вкусное масло. Я его уже покупала, по-моему, в пятёрочке. И оказалось, оно действительно очень-очень вкусным. Поэтому я взяла вот такую большую упаковку. Конечно же, ещё майонез на салаты. И здесь салат листовой. Вот такая зелень. Здесь укроп. По-моему, ещё мята или базилик есть. И петрушка. Ну, это в основном для украшения. Лук тоже для украшения зелёненький. Это томаты. Тоже взяла вот такие черри сливовидные. Тоже на тарелочку выложу красиво. Или в салатик положу, посмотрим. И вот такие вот жёлтенькие тоже. Я их обычно вот так разрезаю пополам. И на овощную нарезочку, на салатик тоже получается очень здорово. А также для этих же целей два перчика красных взяла вот таких. И лимон. Вот столько у меня лимона. Раз, два, три, четыре, пять. Это муж у меня собрался делать то ли пунш, то ли что-то в этом духе. Там у меня ещё есть покупки для... В общем, какой-то алкогольный напиток. Я потом вам тоже поснимаю. Покажу, что он в итоге сделал. Вот по 108 рублей за килограмм получается. Так, здесь у меня ещё картошка по 14-19, но она, по-моему, была по 9 рублей. И, кстати, она очень хорошая. Ну вот, которую россыпью надо набирать. Но я взяла немного, так как... Да, и так большая достаточно закупка. Так, дальше здесь вот такие взяла мандаринки. Девочки взяла их только для того, чтобы... Ну, как сказать, для украшения, скажем так, да. Вот с такими листиками положу красиво на тарелочку. Мне кажется, очень классно будет. Ананас. Это тоже муж у меня взял для... По-моему, пунш он собрался готовить. Ну, в общем, что-то в этом духе, да. Яблочки вот такие взяли по... Это у нас Гольден по 75 рублей на 97 рублей. И ещё обычные мандарины. Они тоже были со скидки, но не по 89, а, по-моему, по 60 рублей. И, кстати, тоже такие хорошие мандаринки. Вот, так как все дома, всё съестся. Тоже виноград ещё взяла по 169 рублей. Кстати, я очень люблю вот этот красный виноград. Две упаковки огурцов. Те огурцы, которые на развес, они все мягкие. Прям ужасные. Поэтому взяла в упаковке. И ещё для салатиков взяла вот такие сливовидные помидорчики. Кстати, очень ароматные они. И здесь у меня ещё лук репчатый. Дальше. Здесь алкоголь. Вот это или вот это? Мне кажется, вот это, по-моему, муж взял у меня на... На пунш, по-моему, он собрался готовить. Девочки, честно, не помню. Он мне говорил, говорил. Настойка полусладкая. Напиток Уильям. Виски, да, это? Ну, в общем, я не знаю, короче. Или бренди, или что-то там. Вот. И вот это он ещё взял. Бокарди. Вот. Ром. Не знаю, что из этих пойдёт на напиток. А вот это шампанское взяла я. Это, на самом деле, повелась на упаковку. Честное слово. На новогодний стол у нас будет вот такое. Мне кажется, вообще новогодняя упаковка. Напиток винный газированный какой-то, видите. Розовый. Я, кстати, очень люблю розовое шампанское, поэтому взяла. И второе вот такое. Вот. Так что новогодний стол, на самом деле, из-за алкоголя у нас будет только шампанское. А вот это вот тоже взял мой муж. Он, кстати, говорит, что вот это очень вкусная штука. Ягодная на рогах. Видите, производится на родине Деда Мороза, в Великом Устюге. В общем, здесь это типа настойки. Настойка сладкая. Ягодная на рогах. Вот такая вот. Вот на пантах, да, панты это, по-моему, называется. Вот такая вот, видите, штука. Говорят, что это очень вкусно. Ну, не знаю. Я, кстати, попробовать хочу. Но это уже после Нового года, наверное, как-нибудь. Так, дальше здесь фанта, кока-кола. Две упаковки сахара еще взяла. Сок, яблоко, виноград и яблоко. Салфетки антибактериальные взяла. Вот еще, кстати, муж для вот этого своего напитка взяла ваниль. Вот такую. Яйца куриные. Здесь у меня еще салфетки. Кстати, в Ленте не было новогодних салфеток. Я вот когда была, надо было сразу взять. Поэтому я взяла просто такие синенькие. Даже просто красных салфеток не было. Ну, обычно белые. Ну, ладно, ничего страшного. Туалетную бумагу. Здесь у меня паста. Муж взял себе колгит. Не знаю, вредная она, не вредная. Мужу она очень нравится. А нам с детками я взяла вот эту. Сплатт Сенситив. Вот такой. Тут еще у меня женские штучки на них. Застрять внимание не буду. Вот. И кошачий корм, конечно же. Январьские праздники. Куда кошаки без корма. Вот такой. Кстати, очень понравился котам вот этот корм. Вот. Взяла еще маленькую покупку вот такой. Ну, и пакетики. Так что вот такая вот у меня была закупка. И сейчас покажу вам чек. И вот показываю чек. Я знаю, многие из вас просят меня вставлять цены на продукты, которые я показываю именно в самом видео. Но, к сожалению, как вы видите, список у меня всегда достаточно большой. И для меня это просто нереально сделать. Тем более, когда продукты идут на развес. Честно признаюсь, для меня это нереально сделать. И я пробовала уже. Поэтому буду показывать вот таким образом. Тем более, насколько я понимаю, не всех особо интересуют цены на позиции. Некоторые просто смотрят из вас для идеи, скажем так, покупки. Поэтому вот так. Вот. И сумма составила 14 725 рублей. Скидка по карте 3944 рубля. И еще, кстати, сейчас выдают вот такие в ленте купончики на скидку в январе. У меня уже таких 2 или 3. Я так понимаю, весь декабрь выдавали такие купончики. Ну, на самом деле, очень даже приятно. Вот так вот, видите, в чеках от 3000 до 5,20%. За чек от 2000 до 15%, за чек от 1000 рублей 10%. На самом деле, это очень приятно. Так что, вот такая вот у меня была закупка. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Всех люблю. Целую. До новых встреч.